Послание президента федерального собрания. В своем 13-м по счету посланий Владимир Путин сосредоточился на задачах и проектах, которые нужно решать во благо простых людей. Благополучие россиян президент назвал главными приоритетами и факторами развития страны. Нужно способствовать раскрытию всевозможных способностей и таланта нашего народа. Считаю главным, ключевым фактором развития благополучия людей. Достаток в российских семьях. Для этого Владимир Путин перечислил целый ряд направлений, в которых должны произойти существенные изменения. Так, по мнению президента, проблема из проблем России — это доступность жилья. Для этого предлагается и дальше снижать процентную ставку по ипотеке. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Но стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно. Помочь в этом должен рост жилищного строительства. Нам нужно взгляд новую высоту. Стремиться к увеличению объемов строительства с сегодняшних 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей получало новое жилье в год, то строить нужно 120 миллионов. Еще одна глобальная задача, чтобы россияне жили дольше, в среднем свыше 80 лет. Для этого лучше должно работать здравоохранение. Расход на него, по мнению президента, нужно увеличивать. Также медицина должна быть в шаговой доступности и для тех, кто живет в глубинке. Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы. Жизнь жена пенсии должна быть и финансово благополучной. Мы должны добиться увеличения размеров пенсии, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. В своем послании президент трижды упомянул Казань. Первый раз привел столицу республики в качестве примера благоустройства городской среды. В стране это тоже должно стать приоритетом. Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Я вот от этого и хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать. И дважды Казань прозвучала в деле науки. Импульс экономики должны дать научные центры. Научно-образовательные центры будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке, Калининграде и других городах. Это сильные конкурентные преимущества в эпоху цифровой экономики. Площадками для такой работы станут и международные математические центры. Сегодня они действуют уже в Казани и Новосибирске. Благие дела внутри страны, по мнению президента, должны быть под надежной защитой. У военных должен быть надежный социальный тыл, а нашу армию нужно снабжать современным вооружением. И здесь Владимир Путин показал новые виды оружия, ракетные комплексы, аналогов которых в мире нет. Это обход рубежей обороны показываем. Важно, как отметил президент, чтобы все программные заявления были реализованы на местах и были под чутким контролем руководства регионов. Создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящие десятилетия, весь 21 век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет. Спасибо. И вот только ценили 13-е послание президента представители Татарстана. Очень было ясно показано, что Казань преображается благодаря инициативе федерального центра и, безусловно, усилиями самих жителей и руководителей нашей столицы. Большое количество граждан, которые живут за чертой бедности, около 20 миллионов, конечно, это большая цифра для нашей страны, и определил те пути, что мы должны сделать для того, чтобы уйти от этой проблемы. Я думаю, что один из важнейших проектов, который добились мы, это фельдшерско-акушерские пункты, которые действительно, у нас нет ни одного населенного пункта, свыше 100 человек, где нет фельдшерско-акушерского пункта. И как о послании сказал Рустам Мениханов, все там важное, неважных вещей нет. Очень сильное послание. Дмитрий Айринин, Дина Газалиева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова